Уху-ху-ху! Да. Всем снова здравствуйте! Я приветствую вас на канале MixDrink. Это канал о коктейлях, о напитках и домашнем баре. Сегодня снова поговорим о напитках. Джин Хигсон. Продукт американского производства. Страна происхождения Соединенные Штаты. Состав вода исправленная, спирт этилы ректификованы из пищевого сырья высшей очистки в скобочках кукуруза. Ароматные спирты ягод-можжевельника, кориандр, апельсиновая цедра. Американский джин создан с использованием запатентованной технологии Tere Pure. Температура подачи плюс 8, плюс 10 градусов. Подавать в качестве оператива со льдом в честном виде или составе коктейли. Изготовитель Tere Pure Spirits, Норд Чарлстон, Южная Каролина, Соединенные Штаты. Импортер Luding Trade, Россия. Что можно сказать об этом продукте, кроме того, что указано на этикетке? Во-первых, эта компания Tere Pure была организована в 2007 году в Южной Каролине. И она акцентирует свое внимание, ну по любому бренду, тем более алкогольному, нужно придумать какую-то легенду. В данном случае они ссылаются на то, что используют некую технологию, которая была придумана в 1999 году, для максимальной очистки спирта. Эту технологию они применяют для очистки спиртов для своего виски. По-моему, штук 6 у них указано на сайте, плюс еще какие-то там бренды, с которыми они сотрудничают. Про этот джин на официальном сайте не сказано ничего, но та же самая технология, максимально чистый спирт и традиционные продукты. Можжевельник, кориандр и цедра цитрусовых. Вот именно этот джин Хигсон я заметил на наших прилавках, в данном случае в сети ОК, где-то, наверное, полгода назад. Ценник на него был, ну, не прям чтобы большой, где-то 2500. И вот буквально недавно по акции я взял за 1100, чисто на пробу. Чем он меня привлек? Во-первых, американский джин. Что не свойственно для наших сетей? Самый известный американский джин, это джин авиация. И во многих рекламных кампаниях, в каких-то роликах, этот джин авиация считается прям идеальным, прям классическим. Давно хотел его попробовать, но столкнувшись с этим американцем, я подумал, что может меня ждет что-то подобное. Предлагаю его открыть, заодно посмотреть, заценить и сделать с ним несколько коктейлей. Есть удобный язычок, который свинчивает термоусадочную трубку, обычную пластиковую. Под термоусадкой видим пробку. Обычная пластиковая пробка, пластиковый верх с большой буквой Х, люди Х. И аромат. Ну, кстати, аромат ничего. Давайте нальем и попробуем этот продукт. Так как джин все-таки продукт невыдержанный, его можно пить сразу. Но 46 объемных долей спирта все-таки дают о себе знать. Хотя аромат, по первому впечатлению, не слишком спиртуозный. Я бы не сказал, что чувствуются прям вот какие-то цитрусовые. Можжевельник есть, можжевельник сразу ощущается. Идут, кстати, какие-то пряности. Ну, вот обратите внимание, да, спокойно засовываю нос в бокал, спирт не жжет. То есть действительно мягкий, 46 градусов. Блин, получше, чем тот же бифитер, который я делал в сравнении с джином бомбей сапфир. Давайте попробуем первый глоточек. Ну, кстати, не скажу, что его так же легко, приятно держать во рту, как нюхать. По первому впечатлению, что я чувствую во вкусе, как ни странно, это лаврушка. Вот прям лавровый лист. Особого можжевельника, каких-то цитрусовых, дополнительных вот этих вот ароматов ярких, я не чувствую. Есть немножко, 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 не то лимона, не то мандарина. Ну да, вот что-то типа кориандр, лаврушка. Нет, чуть-чуть апельсинки есть, буквально немножко. Можжевельник, но можжевельника немного. Я хочу все-таки попробовать сравнить его с джином бомбей, который также очень пряный, очень насыщенный и имеют схожую крепость. Он имеет крепость 47 и является, наверное, самым известным, самым популярным джином в своей категории. Ну, бомбей гораздо душистый, гораздо более ароматный. Да, он хорошенько так забивает вот эту яркость. Те специи, которые мне показали здесь у Джины Хиггсон. На его фоне бомбей уже отдает больше специй. Чувствуется не то укроп. Даже не укроп, а как его? Ммм, блин, забыл название. Ну, короче, пряности. Очень хорошо чувствуются пряности. Если вы помните, у Джина бомбей все пряности есть на боках стороны. Здесь перец, кассия, миндаль, лакрица и русская акцизная марка, под которой ничего не видно. Но он гораздо более пряный. В этом смысле Хиггсон, конечно, блин, не такой яркий по вкусу. И также по глотку после Джина бомбей гораздо больше ароматов. Больше вкуса, больше пряностей, больше ароматных веществ, которые должны входить в состав Джина. Здесь. Да, либо я не так глотнул. Вот сейчас, кстати, есть. Да, вот сейчас прям хорошо горло продорло специями. Ну, не такой яркий. Да, я все-таки сильно глотнул. Он не такой жгучий. Но есть контраст. Они близки. Вот сейчас по спиртуозности. И здесь на послевкусе у Хиггсона больше выступает апельсин. Все-таки бомбей, хоть он называется лондонский сухой, больше пряный джин. В нем меньше можжевельника. Здесь можжевельник также есть. Но в нем из вот этих специй, которые есть в таком же... Примерно, кстати, одна ценовая категория. В нем больше можжевельник и, пожалуй, только чуть-чуть апельсина. И какие-то пряности легкие. Ну, однообразные. Блин, все та же лаврушка. Ну, может быть, не лаврушка. Ну, какая-то такая простая специя, которую я прям ассоциирую с овощным салатом. Он неплох. Но та сумма, которую за него просят, за 100%, причем на сайте Elvine, импортер этого бренда, он стоит 3 300. Я взял за 1100. За 1100 нормально. Сойдет. Лучше, чем, наверное, Green Baboon. Но это не точно. Да, Green Baboon, конечно, более спиртуозный. Хотя нет, не спиртуозный. Просто больше можжевельника. Не такой резкий. Не такой жгучий. Приятный легкий джин. Больше выступает спирт на вкус. Здесь все-таки вкус, наверное, побольше. Да, 3 градуса разница чувствуется. 43-46 прям есть. Он подсушивает. Подсушивает гораздо больше, чем Green Baboon. И также больше, чем Bombay Sapphire. После вкуса у Bombay гораздо дольше. Гораздо насыщенней. Higson, по-моему, все-таки во вкусе попроще. Думаю, для некоторых коктейлей, конечно, это будет плюс. Но в данном случае я все-таки рассчитывал на какой-то более ароматный напиток. В качестве первого теста я предлагаю для этого джина коктейль, который называется грязный мартини. Дьюти мартини. В состав которого входит, конечно, джин. Также сухой вермут. А также сок оливок. И в некоторых случаях используют оливковый биттер. Сейчас я вам расскажу небольшой лайфхак. Небольшую особенность. Как мне этот коктейль нравится больше. Также сразу добавим лед в смесительный стакан. Сухой мартини, так же как его версии, в данном случае грязный мартини, требует очень сильного охлаждения. Потому что иначе смешение джина и сухого вермута даст яркий аромат и очень спиртозный вкус. Поэтому рекомендую немножко охладить как бокал, так и посуду для смешивания. Давайте приступим. Еще одно обновление в моем баре. Это гостовский мерный стакан. Я хочу сегодня сделать прям все по фэншую. И меня смутные сомнения мучают. Какой вермут использовать? С одной стороны, я знаю, что долин облагородит этот напиток. Но чинзана не так плохо. И, пожалуй, с оливковым соком, с оливками, он будет получше. Продегустируем с ним. Итак, наш бокал немножко охлажден. Уберем лишний лед. И приступим к приготовлению. Рецептура этого коктейля включает от 5 до 7 мл оливкового рассола. Но по некоторым источникам, и мне этот рецепт понравился, я добавлю 2 оливки, которые разомну вместе с соком в смесительном стакане. Это даст лучший аромат, лучший вкус оливок. Джин. В нашем случае это джин Хигсон. Я буду использовать 60 мл. Следующий ингредиент. Это 15 мл. Сухого вермута. Должен быть идеальный баланс. Теперь добавим свежий лед. И спокойно смешаем наш коктейль. Пожалуй, этого будет достаточно. Лед из бокала. Теперь коктейль нужно аккуратно процедить от льда. И по возможности, если вы хотите, можете также избавиться от кусочка оливок, которые могли оказаться у вас в бокале. Мне, в принципе, это нравится. В данном случае он все равно будет мутным, грязным. И этот недостаток даже не является недостатком. Украшать этот коктейль принято, конечно, оливками. Ну что, попробуем наш салатик. В данном случае грязный мартини, оливковый сок, сухой вермут, а также джин. На самом деле, это достаточно неплохое сочетание. Во-первых, оливковый сок и сами оливки, они имеют некую соль, небольшую кислотность. Это усиливает вкус как джина, так и вермута. Вермут чинзана, он, конечно, не такой благородный, как тот же долин. Но имеет свою такую-то яркость. Чем-то, кстати, схож с пряным рассолом. Джин Хигсон тоже имеет некие пряные специи, которые в данном случае неплохо сочетаются. У грязного мартини есть еще одна версия, которую делают с водкой вместо джина. Также одна часть сухого вермута и 3-4 части джина на некую часть оливкового рассола. И вот в этом случае точно имеет смысл использовать несколько оливок в смесительный стакан, чтобы усилить вкус, аромат рассола. И может кому будет интересно, для тех, кто оценит этот коктейль, некоторые бренды делают оливковый битер, который является более-менее стандартным, ароматным. И как апельсин, либо в данном случае испанский битер, раскрывает джин и вкус вермута. Ну, напиток неплох. Все-таки джин Хигсон здесь, наверное, не раскрывается в полной мере. Надо с ним немножко поработать и подумать, где он будет лучше. С этим джином я хочу попробовать еще один коктейль, который является также моим фаворитом. Так как он простой, вкусный и особо никаких ингредиентов, кроме джина, вам будет не нужно. Это джин Физ. 45 мл джина, 22,5 мл свежевыжатого лимонного сока, сахарный сироп и газированная вода. Отличный коктейль. Для любителей джин Тоника, для любителей простых коктейлей, на лето, либо просто посидеть дома, великолепная штука. Шейкер, наполняемый льдом. Так как у меня сегодня все-таки есть еще мерный стаканчик, я с этой игрушкой еще не наигрался, буду все мерить точно через него. 45 мл джина Хигсон. 15 мл сахарного сиропа. А также 22,5 мл свежевыжатого сока лимона. Можете использовать сок лайма, если вам больше нравится именно этот ингредиент. Но классика предписывает использовать нам именно сок лимона. Итак, 22,5 мл. Теперь наши ингредиенты. Первый этап нужно взбить в шейкере. Поехали! Процедим ото льда, от ошметков, от кусочков лимона в стакан, где будем подавать наш коктейль. Сразу можно добавить в бокал пару кусочков льда и свежей газированной воды. В данном случае, я думаю, будет около 50 мл. Имеет смысл украсить наш коктейль свежей долькой лимона. И, конечно, трубочка. Чтобы перемешать коктейль, его было гораздо удобнее пить. Продегустирую. На самом деле, джинфиз или какие-то сауры, Том Коллинз, очень сложно испортить. Потому что здесь сочетание лимонного сока, лимона, если вы тем более используете свежевыжатый лимонный сок, кусочек лимончика, аромат будет гораздо насыщеннее. Это очень приятный коктейль, в котором сильно теряется джин. Я все-таки думаю, что этот джин, этот напиток, несколько проще, чем его пытаются выставить. И те же аналоги, например, бомбей сапфир, например, джин тенкерей, тот же Грин Бабун, который, ну, если не брать акцию, то, блин, наверное, раза в 3-4 дешевле, чем Хигсон, будут ничем не хуже в ваших коктейлях. В сочетании, кстати, с сухим мартини, если вы смотрели предыдущий ролик про сравнение достаточно дорогих джинов, то Грин Бабун мне очень понравился в сухом мартини, в сочетании с вермутом. Он раскрывается, у него есть очень много интересных нот. По поводу бомбея, который по акции можно взять за 1700-18007 литра, это вообще великолепный джин. Тенкерей, это моя прелесть. Это потрясающий напиток. Эту бутылочку я уже взял у нас здесь. Та литровая бутылка, что участвовала у меня в некоторых роликах, это еще была дьюти-фри. Я не знаю, насколько они отличаются, но тенкерей потрясающий. Он действительно сухой. Он яркий, он насыщенный, жгучий. Я думаю, этот джин, он точно сделает. А если вы возьмете его по акции, также за 1600-1700, это будет бомба. 1100 для этого джина, ну так скажем, нормальная цена на пробу, взять можно. Но надо подбирать под него коктейли. В данном случае, он простоват. Он легкий, он не очень сильный по аромату, но достаточно жгучий, и мне не хватает вкуса, какой-то насыщенности и послевкусия. Конкуренцию практически не выдерживает с теми джинами, что вы сегодня видели. А с вами был Дмитрий, канал MixDrink. Ставьте лайк и подписывайтесь, если вам было интересно указывать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть или услышать. А самое главное, будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok